шарм эль шейх это полуостров фонар октябрь 21 года раз садится солнышко вода очень теплая я вот решил здесь побродить и показать эту красоту здорово конечно я никогда не был в египте за всю свою жизнь не раз слышал кое-что и расскажу солнышко садится непривычно конечно все скалах камнях и даже зимородок есть я удивлен увидел здесь зимородка сидит прямо прилетел смотрит рыбки садится солнце садится конечно же на западе водичка очень очень теплая сейчас тихо температура воды где-то 26 27 градусов здесь берег эти какой весь в камнях и мы здесь нашли на этом полуострове пляж постоянно сюда приезжали больший счет всего она понравился пляже все в них платные стоит он где-то порядка полутора долларов в сутки можешь с утра приехать на 3 до самого вечера посетить хоть ночь сидеть из разницы дает там талончик но это не важно кто будет чем запомнился мне египет конечно же море это удивительное удивительное море сейчас почти штиль волны закончили здесь такая бухта юга южная южно-восточная часть там всегда штормит там все время волны большие здесь кто бывал может по карте посмотреть и увидеть где-то еще шхоны граблики всякой прогулочные вечерние так как-то тип красиво тепло умиротворяющие все знают достопримечательность сильно красного моря считается самое прозрачное морем мире тому же самое самое соленое быстренько я буду объясню почему она самая соленая и самая прозрачная прозрачная потому что ни одна река сюда не впадает нет рек практически вокруг пустыня с одной стороны африканские страны на египет там южнее еще там просьба сомали эритре это еще какие-то страны там ничего не впадает с этой стороны тоже саудовская аравия вот египет и везде пустыня здесь нет никакой растительности голые голые пески раз нет рек значит сюда ничего не сливается некие отходы не попадает почему она самая соленая потому что сюда вода только втекает идет например с аравийского в основном море то есть индийского океана ну здесь еще советский канал но там он перекрыт каналами поэтому никакого водостока совершенно нет там где судоходный канал там много очень шлюзов потому там вода не приходит и еще то что очень жарко тепло испаряется каждый гон год десятки миллиардов тонн воды это десятки кубических километров воды за столько лет за миллиона видимо за сотни тысяч лет сюда попала огромное количество воды она конечно же испаряется а соль куда деваться никуда не девается поэтому соленость здесь в два раза больше чем в мировом океане поэтому спокойненько купаешься так как поплавок мыши не утонуть этому и тут с удовольствием 7 этим занимался точнее купался вот эти скалы не звездковые скалы здесь на этом фонаре видно не очень острые колючие нигде ничего подобного я не видел хотя мне приходилось быть по свету только здесь вот такие колючие острые скалы и то же самое дно все в кораллах подавите какая чистенькая очень и очень аккуратно надо потому что тут поцарапаться порезаться пораниться это две секунды раз и все распоришь себе или брюхо будешь плыть то же самые кораллы зацепишься или же скорее всего за эти острые камни хочу не такие становятся острые это все известняки за миллионы лет они на дно ложились таким наслоением а потом океан море уходил берега выпучивались вот так вода их размывала размывает казалось бы как можно их размыть да вот вымывает если бы это были граниты гнис и какие-то другие породы твердые которые у нас обычно не делает кругленькая гальку здесь такого нету вечерняя молитва слышно даже не хочется ее перри перебивать потому что своеобразная страна своем роде уникальная арабская мусульманская здесь все как все мусульмане чтят свои законы уважительно относятся к религии ну а для нас это страна просто экзотика экзотической людей сюда нашего люду сюда много ездить всегда в основном спрашивается чего сюда едут из-за моря очень чистое море богатые рыбами кораллами я же сколько купался я не было конечно оборудование что все это показать какая тут красота подводном мире можете набрать глядеть все прекрасно знаете я вам вечерком снимал эти скалы растрескиваешься разломаны и да не договорил почему они такие колючие и острые в воде присутствует не были небольших количествах всегда растворенный углекислый газ вот это углекислый газ потихоньку также растворяет вот эти скалы переводят такие называемые гидрокарбонат кальция растворимые формы поэтому так она вымывается десятки за сотни тысячи лет он потихоньку эту всю породу где-то тверже остается в этом такой колючий сил были бы это силикатные породы не не растворяли бы таком количестве как здесь известковые поэтому так колючие видно все эти раковины древние ракушки вот вблизи я пока заверите мел какой-то всем все что здесь жила даже тысячи миллионов лет назад закаменела закостенела и превратилась вот такие породы в скалы то момент ощутились наверху не в глубине где-то море там они опять будут размыты снова смыты в море и так круговорот всего этого земли происходит аж подумать сколько надо лет миллионы сотни миллионов лет что все это происходило наша такая жесть коротенькая коротенькая чиркнула где-то здесь мгновением и закончилось по сравнению с древней землей аж даже дикой то становится как подумаешь какие мы ничтожим против этой природы против этой даже красоты своего человек в торсе в эту природу хорошо хоть здесь не особо то навредил не видно что сохраняется природа все эти скалы камни это такая гармония какая-то просто я люблю такое нет ни шум не гвалт какой-то именно вот такие моменты соль видна белая там была водичка она испарилась и он такой соленая все эти камни все это соленая выходишь с моря на тебе просто как шуба иголочки коль конечно же полезно очень получаешь одно удовольствие загораешь хорошо кожа становится чистой гладенькая потом загорелые шикарно тоже лично на этих обрывах на этих скалах вела орлы орлов пару штук вилл и стаи голубей сюда вечерами прилетают где-то не здесь ночевает ничего живого больше здесь нету вокруг весь синайский полуостров это каменная пустыня никакой травы нигде ничего есть город шарм шейх с его водой опресненной все вода привозная любой фонтан любая даже в туалете где-то какая-то вода совершенно пресная зато моря специальное оборудование опресняют воду и люди пользуются только для технических целей питье нельзя такие виды шикарные вот какие просто такие скалы висят как гриб какой-то как пласт 5 метров нависает над водой вода его потихонечку снизу вымывают годы 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 вымоет а потом она упадет вот такие диковинные формы и на пластование красиво конечно где такое увидишь в любом месте на земле море океан творит чудеса я обалдею просто обалдею от этих видов от этого всего вот так тихонечко почти по пояс бреду по морю и телефоном своим стареньким сионе делай вот такую съемочку удивительно можно телефоном без всякой дорогой аппаратуры это дело полетела орел близко не подпускает чуть подальше красиво конечно просто обалденно есть места красивые на земле намного намного красивее но и здесь тоже достойно нужно видеть эту красоту любить это все вот опять нависает над головой целая скала кольца отломалась быть тут же тебя прихлопнуло даже какой-то такой слабенький слабенький идет жим а вдруг отломается и все эти десятки тонн тобой что нависает прихлопнуть тебя и никто даже не найдет не заметит метров пять висит над тобой такой скалы кусок колючий приколючий пара раз затронуть и уже ходил с царапинами подраны ну за все нужно платить даже за такую красоту шумит вода хлепает вон так успокаивает какое-то лекарство для души конечно кто сюда приезжал всегда оставались под впечатление прежде всего море дальше на ландшафт здесь довольно унылые город мне ну я мягко сказать не в восторге совершенно он какие поли по ракушке там все живое крабы ползает по скала хотелось бы сюда попасть конечно только ради моря потому всех кого не спрашиваю чего ради сервиса ради вещей нет ради моря только ради моря ну что здесь море действительно лечит соленая вода отличное солнце все в куче море всегда теплая кораллы есть огромное удовольствие всего этого видеть я бы не сказал что люди здесь относятся конечно к природе египтяне смысле бережно не разрешают никакие кораллы брать с собой ничего отламывать ничего не трогать нельзя кормить рыбу аккуратненько потому что сам можешь стать кормом для этих жир и потому все эти колонгисты это все соблюдает вот такие меры безопасности люди гибнут пропадают в этом море ничего не поделаешь такие виды обалденные какие обалденные виды возле самой воды телефоном снимаешь солнце уже село просто прелесть уже полумрак такой там дальше вон маячок маленький где там спускается с фонар полуострова и сразу глубина в 30-40 метров маски плывешь какая там красота но это нужно видеть поэтому то кто будет сюда стремится ехать конечно будет удовлетворен всеми этими подводными пейзажами этим всем рыбьим миром царством рыб кораллов этой красоты ну видимо красивее кораллов и богаче чем красном море наверное нет нигде на планете еще говорят красиво конечно коралловый риф австралия я там не был хотелось бы побывать в австралии еще море море где но для этого нужны деньги люди многие имеют денег позволяет себе путешествовать по всему свету и конечно только можно завидовать этому я доволен даже вот он как ползает крабики сантиметров 5-7 как они ползают как они цепляются своими крючками когтями клешнями вот такой вид обалденный на фоне заката что обязательно сюда приезжайте хоть раз я еще там сделал ролик как мы на целый день поехали на белый остров километров 100 наверно в 70 100 километрах отсюда получился тоже шикарный отдых я конечно же я все это заснял так что на канале можете найти у меня через напоминает а был октябрь 21 года шаром аль шейх сенайский полуостров самый юг самый его ее меня сервис особо то не интересовал еще раз напоминаю виды здесь меня тоже никак не вдохновили по стране и святом все это дело уступается не по природе по всему остальному единственное уникальное это конечно же море ведь нами нет таких скал и звездковых колючек там все немножко по-другому сейчас полнолуние вон луна видно месяченько светить сейчас прилив вода чуть-чуть подымается она на полметра когда до метра даже на горизонте опять шхуна колышется на волнах закончился день пора ехать себе в отель ну и конечно же сидя сейчас дома спустя время вспоминаешь и даже немножко тоскуешь хотелось бы иметь такое море где-то рядышком кусочек вот такого моря чтобы приехать отдохнуть ночью сделаешь мы другая страна холодная но зато есть свои преимущества про и все живущие здесь знают но такого экзотики нету благодарствую кто смотрел и до встречи